Привет, красавицы! Продолжаю серию видео про самые дорогие бьюти-продукты, и сегодня на повестке дня By Terry. По-моему, называется он Eclat Opulent, но я не умею правильно читать по-французски, поэтому, простите меня, покажу вам поближе. Основа, которая обещает сделать вашу кожу визуально более молодой. Интересно, мне лично очень, мне 28 лет, конечно, это не такие возрастные изменения, но ученые считают, что как бы старость у меня уже наступает. Поэтому давайте смотреть, есть ли эффект блюра, есть ли эффект подтяжки, который обещает эта основа, и вообще за 10 тысяч рублей будет ли оно как-то хорошо держаться на коже, и как оно будет наноситься. В общем-то, почему же, что же в этом средстве такого? Если вы пробовали, то пишите в комментариях. Формат видео What's Up подразумевает обзоры самых-самых дорогих продуктов. Вот здесь вот я сделала плейлист, например, я тестировала самый дорогой продукт для бровей в виде помады от Armani. Если вам интересно, то смотрите, как все это происходило, если вы еще не видели. И самый-самый дорогой тон, который стоит 14 тысяч рублей. Этот недалеко ушел, он немножко дешевле, но все равно как бы 10 тысяч рублей, простите, у многих такая зарплата. Так что давайте наносить. Ну что ж, Nutri Lifting Foundation должна быть прям мгновенным разглаживающим продуктом. У меня 10-й оттенок, самый светлый, и у меня сегодня есть что маскировать. Вот такая вот красивая упаковка, как полагается, очень люксовая. Давайте посмотрим на цвет. Здесь есть ограничитель, что в принципе мило, чтобы это все у нас не проливалось. Легкий такой бежеватый, одновременно и розоватый подтон. Как будто есть мелкие частички, как в CC-кремах, знаете, вот немножечко более темные, которые должны раскрываться. Ну на вид так кажется. Давайте пробовать наносить пальчиком, очень приятная текстура, и параллельно буду вам рассказывать, что написано на сайте. Мягенькая, знаете, она такая вот похожа на магнитную маску по ощущению. Это странное заявление, но вот мы с Дианой и Лизой в Beauty без правила тестировали магнитную маску, и там было такое скользящее, как будто с праймером. Ощущение здесь такое же. Итак, на сайте пишут, что мгновенно разглаживает, продает сияние. Очень полезный такой питательный состав, который еще и борется с морщинами уже на постоянной основе, скажем так, не только мгновенно. В общем-то, лифтинг, свечение, натуральность. Сейчас узнаем, да или нет, и покажется ли нам с вами так же. Ну, я понимаю, за счет чего эффект разглаживания. Ни одной банки тонального крема у меня нет такой. Абсолютно необычный продукт. Состав действительно очень хороший, как у дорогой антивозрастной сыворотки или крема, плюс пигмент, плюс силикон для скольжения. В качестве ложки диокция есть тальк. Талька практически во всех дорогих основах нет, и в основах для сухой кожи, и в основах для возрастной кожи, но здесь немного есть. И почему-то меня еще удивило очень сильно, что у Шарлотты Тилбери в ее основе тоже есть тальк. Хотя тальк это достаточно дешевый такой минерал. Но попробуем кистью сначала немного распределить, потом зашлифовать. Запах на что-то похожий, знаете, какой-то уход, просто как будто вы кремом каким-нибудь откодолили, чем-то подобным пользуетесь. Ну, какой-то органический крем как будто, очень органический запах, не как у декоративных продуктов. Кистью получилось очень легкое покрытие, чуть-чуть еще добавлю. Эффект опять же голой кожи, опять девушка, которая мне написала, что у меня во всех видео выглядит одинаково кожа в этом тестировании. На самом деле это не так просто, продукты все с натуральным эффектом, так вот она мне вероятно опять напишет, что все одно и то же. Просто опять натуральный эффект. Когда наслаиваем, прямо наступает эффект фотошопа. Пора подскрывает даже. Ну, явных морщин у меня нет, но там, где вот есть будущие морщины, видно, что все-таки заглаживание правда есть. Я подтверждаю, что она таки правда антивозрастной какой-то эффект имеет. Очень ее легко донанести. Текстура как взбитые сливки, смешанные с силиконом. Для меня пока пальцы лидируют перед кистью, намного лучше получается покрытие, намного больше контроля. Поэтому удобная будет штука, чтобы быстро с утра накраситься и убежать. Попробую блендер. Просто из любопытства. Могу сказать, что я могла совершенно не пользоваться кремом увлажняющим, потому что ухаживающее какое-то такое барьерное действие прям сразу легко ощущается. Сереж, ты понимаешь, что слышно, как ты хрустишь? Нет. Теперь ты знаешь об этом. Ладно, Сереж, раз ты хрустишь, приди и посмотри, как тон на мне лежит. Ну как? Нормально. Есть ли какое-то рассеивающее свет действие или антивозрастное? Посмотри поближе. Блестящий такой. Опять блестящий, это он не припудрен еще. Мужчине не понравилось. Ну, здесь сахиты. Вообще он совершенно не выглядит, абсолютно не выглядит влажным. Он выглядит немножечко силиконовым, но Сережа Юргайте настаивает, что он влажный. Ну окей, прошлый, он тоже сказал, что жирный, хотя он был сияющий. И понятно, что он не матирующий, он не должен быть пудрирующим, с пудрирующим эффектом на возрастной коже будет бабулька сразу. Поэтому пока мне нравится, но я все-таки консилера немного добавляю, потому что как бы он не полного покрытия, он нам его не обещал, он покрытие легкого-среднего. Тут у него есть какое-то мягкое сияние, но оно абсолютно не мокрое, скорее такое силиконовое немножко, как будто я в слое какого-то блюра, ну на мой взгляд. Припудривать буду только под глазами. Достаточно текучее, я бы не советовала эту баночку с собой возить. Или возить очень аккуратно, потому что он просто будет по этим стеночкам, поэтому ограничитель не выбрасывайте. Припудриваю в конце, сейчас буду делать легкую коррекцию, просто посмотреть вообще, как оно ложится пока очень мягко. Как менее человек, который не сильно разбирается в этом всем, если бы ты пришла на свидание с таким тоном, то я бы продолжил свидание. Ну я не говорю, что он стоит 10 тысяч рублей, вряд ли полагается, что ты должен убежать сразу, испугаться. Да нет, ну блин, кожа как кожа. Кожа как кожа, я люблю такие. Хайлайтер пробуем, вмешать в него. Почему он должен быть не кожа как кожа? Бывает иногда такое, что прям заметно слои. Он с натуральным эффектом, просто ты подтверждаешь натуральный эффект, по-русски говоря. Ха-ха, она достаточно такая кремовая, липкая, и в нее очень активно бухнулись мои румяна. Та же сама палитра Hourglass, которая обычно у меня в таком тестировании, потому что у нас шиммером может быть сложный. И да, у нас сегодня возникла чуть-чуть сложность. Так вот, друзья мои, в чем для вас антивозрастной эффект тона? Для меня это такой юный, немного влажный, светящийся слегка финиш на коже. Это увлажнение и эффект рассеивания, выглаживания морщинок. А для вас? Может, кстати, осветление. Еще на сайте написано, что она осветляющая. В плане того, что у него осветляющие компоненты, которые будут действовать на продолжительный период времени. Хочу сказать, что La Prairie, самая дорогая основа в мире, она все-таки не такая по финишу. Она более мокрая, она более увлажняющая, прям такая уж сырая на вид и на ощупь. И это более такая силиконово-блюровая. То есть эффект бархатный. И в сравнении с тем, что я тестировала в последнее время, был Bobby Brown Tinted Moisturizer. У него вообще никакого финиша не было, все как кожа абсолютно. И это более такая бархатистая, как бы вот реально лицо бархатное. Немного мешают нам сегодня мои сильные мешки под глазами, просто я вчера в двух с половиной часов ночи снимала видео для вас. Могу заметить один плюс. Адаптивность. Вот видите, я оливкового подтона. Основа не оливкового. Я выбирала просто ближайшую к своему оттенку, да. Но у нее другой подтон, и это не критично. То есть не выглядит очень инородным. Просто эффект подсветки. И в принципе для возрастного макияжа это будет хорошо. Чуть-чуть, может быть, на полтончика так осветлить. Попробую дополнить коррекции. Как-то мне маловато. Очень уж натуральное лицо. Ну, в смысле, это хорошо. Ну, просто любопытство мое немножко не удовлетворено на этом. В общем, так, кроме румян, проблем в нанесении остальных продуктов не было. Сережа в итоге не знает. Он не готов дать показания. Говорит, что вроде рассеивает цвет, но как-то ему все непонятно. Ладно, спрошу ребят на пудре. Коллеги точно знают, точно разбираются, скажут все, что думают. Но мне сейчас лицо нравится вживую. Не скажу, что на столько денег, сколько оно стоит, но нравится. Вроде красиво, и да, какой-то блюр прям реально есть. Как-то все немножко уселось. Хотя пудрила только под глазами. И действительно рассеивание есть. Есть одна проблемка в самом оттенке. Так как он на розоватой базе, вот здесь он мне не сильно корректирует красноту. Хотелось бы немного больше. Поэтому, наверное, в идеале мне бы чуть-чуть потемнее хотелось оттенка. Но, друзья, вот здесь-то у нас с вами болячки были, понимаете. А мы сейчас о их существовании не знаем. То есть он реально рассеивающий. В общем, я завершаю макияж помадой, уезжаю по делам. И посмотрим, как будет держаться. Финально скажу, что, наверное, на самой себе мне больше нравится вживую и на камере все-таки вид Кушена ОПЕО. Он стоит 500 рублей. Мне кажется, выглядит круче, чем этот. Тоже так же живенько и по цвету, в принципе, близок. Но этот выглаживает текстуру. Тот дает какой-то нереальный такой мокрый эффект идеального лица. Но текстуру вы видите. Здесь вы не видите текстуру. Но все равно что-то такое магическое в том есть. Помада, кстати, у меня Кристен от Kylie Jenner. Я захотела поправить контур губ. И я сделаю это. Ребят, одно неловкое движение реально. Одно неловкое. Очень жидкое для такой упаковки. Все, пошла переодеваться. Что? Мы сейчас подводили итоги пудры. И у меня мой Сережа не смог ничего сказать по поводу моего тона. Сережа, ты меня много раз видел. Скажи мне, пожалуйста, как на мне лежит тон? И как ты думаешь, сколько он стоит? Лежит очень хорошо. Кожа выглядит живой. 2 часов 6, наверное. Он, да, очень реалистичный. Даже на камере видно. А мне нравится какой-нибудь жидкий. И мне нравится. Я вот здесь сильно прям влечу. А так он как на удивление. Есть еще весь. Это аэрокрас? Нет. Это, вот угадай, сколько стоит тон? Направление масс-маркет люкс. Люкс. 8 тысяч рублей. Это 10 тысяч рублей. Почти апулиент, который в одном тоне. Ну, не знаю, по-моему. Но он выглядит очень хорошо. Вот обещают антивозрастной эффект. Как ты считаешь, есть антивозрастной эффект сегодня? Ну, кстати, с тобой одна копка, понимаете? Ну, по-моему, наверное. 88-й. А, 87-й. Вот, ну почти. Короче, не знаю, есть антивозрастной или нет, но мне кажется ровненько. Вот в этом свете здесь очень жесткий свет, и что-то как-то может быть есть. Но, по-моему... Кожа мы лишь, хорошо. Вот, спасибо. Мы подвели итоги голосования, завтра... Это реально так сложно было. И так ответственно. Я старалась быть максимально просто... Мы все старались быть максимально непристрастными. Сережа, кстати, он арбитр. Он у нас не голосует. Я был мангратором, да. Мои голоса на меня было. Он нам, в принципе, рассказывал. Да, кстати, ты нам так и не рассказала, кого буду в первой номинации выбрать. Так что давай рассказывай. Ну что, прошло очень-очень-очень много времени. 11 часов. Даже 11 с половиной. Ну, сейчас холоднее, чем когда я тестировала предыдущую самую дорогую La Prairie. И мне кажется, La Prairie немножко лучше продержалась. Вот здесь я отчетливо вижу пятна, и действительно очень-очень-очень блестящее лицо было все это время. Но блестит она сильнее, чем остальные. Основа с эффектом макияжа, без макияжа. И там, где она у меня дублировалась как консилер, она почти целиком стерлась. Но то, что я фиксировала банановой пудрой под глазами, единственное, что я, в принципе, и фиксировала, оно очень хорошо выдержало. И теперь кажется очень контрастным ко всему остальному. То есть я немножечко панда, да, у меня желтые круги вокруг глаз, а всего остального макияжа не так много. Но там, где были румяна, оно тоже продержалось. То есть все-таки с фиксацией пудрой этот продукт живет на коже намного дольше, чем без нее. Ну, понятно, что со всеми продуктами это так. Но здесь прям значительная разница, прям радикальная. Поэтому интересно, что будет в другой день, если ее припудривать. И еще у меня теперь шелушится нос. И здесь тоже шелушится. Я думаю, на самом деле, что это за счет абсорбента в составе. Там есть тальк. Давайте хотя бы ее промокну, посмотрим, как это будет выглядеть. Чуть-чуть припудрю. Потому что если бы мы ее носили в реальной жизни, вполне возможно, мы бы ее в течение дня поправляли. С пудрой выглядит блогопристойно. Но La Prairie за 14 тысяч рублей держится лучше. Это держится лучше, чем Bobby Brown Tinted Moisturizer на мне, по крайней мере. В итоге Bobby Brown я, кстати, долго носила. И каждый раз было одно и то же. Он на мне с разными базами и без никаких баз, с уходом, без ухода, с разными видами ухода. Все равно держится часов 6-8. И потом его практически нет на лице. То есть увидеть больше стойкости, чем в том тест-обзоре у меня не получилось. Она реально исчезает. А другие продукты на ней более-менее еще пытаются задержаться. Эффект лифтинга я не заметила. Потому что есть, действительно, продукты, которые даже на молодой коже немножко делают вот так вот. Обычно это сыворотки гиалуроновые, базы с гиалуроном и так далее, и так далее. Здесь такого эффекта не было. Но эффект заблюренности был. Ну, как бы, я не скажу вам, что идеально. Я вам даже не скажу, что прям хорошо. Да, 11 часов это много. Но она выглядела хорошо часов примерно 6-7, не больше. Значит, пункт первый. Антивозрастной визуальный эффект действительно дает. Да, она увлажняет. Не знаю, будет ли она осветлять. Это мы узнаем только со временем. Не понравится обладателям жирной кожи, потому что она блестит очень быстро. Какого-то себоконтроля я у нее не заметила. У меня есть прям влажные такие тона, которые при этом дольше не блестят, чем этот. Здесь прям визуально вот здесь остается вот эта силиконенность, заблюренность. А в центре прям сильный блеск. Хотя повторюсь, что сегодня прохладный день. Я нигде не потела, простите. То есть не могу сказать, что я дополнительно там где-то блестела от чего-то. Сухой кожа, как выяснилось, может подчеркивать шелушение. Хотя на мне практически ничего никогда не вызывает это самое шелушение. И здесь я бы даже сказала, нет, она вначале не подчеркивала. Она именно вызывала в течение дня шелушения. Короче говоря, если вы меня спросите, купила бы я ее еще раз за 10 тысяч рублей, я скажу вам нет, к сожалению. Пожалуйста, если вы ее пробовали, обязательно напишите свои впечатления, потому что отзыв одного это не так важно, как отзыв многих людей. Для данного натуралистичного вида, как минимум, ее побеждает пяток различных других продуктов. Есть даже и в масс-маркете, и в проф, и в люксе, и в селективе. В общем-то, как раз-таки отовсюду по одному что-то другое в моей коллекции. Поэтому, к сожалению, она не входит вообще в топ. Я хотела сказать в топ 10 или в топ 20, но она вообще почему-то не входит вообще ни в какой топ. Я не могу сказать, что я прям супер сильно разочарована. Просто я не очарована. Так что, если вы хотите тон, который будет очень незаметным с легким покрытием, я больше рекомендую Senna Sherbase или двойной продукт от La Prairie, который я тестировала в прошлый раз. Или еще, может быть, что-то, что-то, что-то. Но, наверное, нету. Из хорошего в следующих выпусках буду тестировать с вами вместе самый дорогой CC-крем, который сейчас есть на рынке той же марки. Самый дорогой скульптор, который чуть-чуть-чуть дороже, чем Tom Ford, но при этом здесь меньший объем, и он в ужасно красивой упаковке. Также один из самых дорогих праймеров в мире. И красивую палитру натуральных теней. Ну, как минимум, один из самых дорогих представленных на российском рынке продуктов в плане палитра теней. Так что до новых расследований. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Не забывайте, ссылка на плейлист с тестированием самого дорогого из декоративки и иногда абсурдно дорогого в описании. Пока.